Проблемы, которые есть у населения, они просто заставляют не молчать, говорить людям правду. Цель этого митинга в данный момент – просто донести некую информацию до людей и соответствующих служб. Первая часть митинга была посвящена ветерану Великой Отечественной войны Николаю Ильичу Макоченко, которого оставили без жилья. У него под видом договора ренты дали ему подписать договор дарственный. И фактически с этого момента его имущество ему не принадлежит. У него забрали также машину, также забирали пенсию. Видео, фотоматериалы, я думаю, здесь присутствующие видели все. Также показывал это канал Пульс. Такое вероломство спровоцировало резкое ухудшение здоровья и 26 мая фронтовик умер, так и не дождавшись восстановления справедливости. Мы видим, у ветерана забрали машину, есть договор купли-продажи, но нет бумаги, подтверждающей, что деньги ему были переданы. Мы обратились в главное следственное управление. Сейчас ведутся оперативные действия, проверяется эта информация. Да, она подтвердилась, но действий пока мы не видим никаких. Этот человек сейчас получает пенсию, тот, кто ограбил ветерана, получает пенсию по инвалидности. Одновременно с женой с 2014 года он стал получать пенсию по инвалидности. В доме проживает вдова Николая Мокоченко, которая в любой момент может остаться без крыши над головой. Это будет бесчеловечно, но подтверждено документально и с формальной точки зрения вполне законно. Кто создает такие законы и куда смотрит власть, резюмировал Виктор Кабашов. Второй вопрос митинга – нерешенная ситуация с лодочной стоянкой УЗЯК. Раньше была у нас, как вы помните, хорошая, как она называлась, топольковая роща, где люди купались, отдыхали. Теперь ее нет, там у нас терминалы кругом позастроены. Ну как, страна развивается, да, в сторону зарубежных стран стараемся развиваться. Но нашим людям, таким как мы, простым людям, от этого никакого кайфа нет, как молодежь выражается. По берегам реки Дон сплошь территория терминалов. Коренному населению хуторов Донской, Петровский и других, у которых испокон века было налажено водное сообщение с Азовом, теперь, кроме стоянки УЗЯК, некуда причалить на своих лодках. Тем не менее, руководство соседнего предприятия настойчиво предлагает переместиться на другой участок. Но для людей это далеко дорого и очень неудобно. Короче, талибов, ясненько. И он обманул наших людей, а теперь начинает захват территории. Сначала он отключил нам свет, не пуская южные сети монтеров, чтобы они отремонтировали эту линию. Два года стоянка была без света, на генераторах, на энтузиазме людей, выжили кое-как. Потом нам дали добро другие соседи, мы провели свет. Теперь начинает он всякие искать, козни строить. На кооператив было направлено бесчисленное количество проверяющих государственных органов, десятка судебных разбирательств. Все они были нами успешно выиграны, потому что закон и правда на нашей стороне. Но коррумпированность чиновников позволяет таким, как талибов, творить беспредел и оставлять безнаказанными. Уже более шести лет господин талибов не исполняет судебное требование по сносу забора и бетонных блоков с муниципальной земли. Проезда по-прежнему как не было, так затруднен проезд на стоянку. Это единственная дорога жизни стоянка УЗЯК, где мы берем топливо, продукты питания, газ привозим. Если не будет, все, нам некуда просто приставать. Абсолютно. Это воровское отношение к нам. Я вам скажу, что вот это вот беззаконие, которое творится, этот САИД творит. Я хочу обратиться к нашей администрации, к средствым органам, разобраться и остановить вот этот беспредел. Участники кооператива лодочной стоянки УЗЯК публично обратились к администрации города, управлению службы судебных приставов, прокуратуре, Федеральной службе безопасности с просьбой принять оперативные меры к реагированию. Еще один вопрос митинга – действующие нормативы по вывозу ТКО, которые, по мнению участников организации НАБАД, завышены как минимум в два раза. На самом деле обогащается обычное частное лицо. ООО «Экоград-Н» – это обычный частник. И мы видим, что тариф для него сформировало Министерство ЖКХ Ростовской области. А остальные должны платить и исполнять. Мы считаем это неправильно. Мы также обращаемся и в прокуратуру, и в ФСБ. Проверьте эту информацию, возьмите расчеты, возьмите данные со всех полигонов, сложите и вы выйдете на настоящий норматив. Что касается полигона ТКО, то с приходом нового руководства большие усилия и средства стали направляться на устранение допущенных в прежние годы ошибок. Мы убираем вокруг полигона то, что было за пределами, мы почистили и при этом создаем условия для неповторения таких же моментов в будущем. Мы приобрели новые виды техники, усилили охрану полигона, подняли людям заработную плату. Но самое главное, что сейчас приемы размещения ТКО проходятся в строгом соответствии с технологией. Эти меры позволяют свести к минимуму возможность возгорания на территории полигона. Мы приступили к проектированию линии завода по сортировке мусора. В данном случае это и рабочие места, это уменьшение количества ТКО, которые будут оставаться на полигоне. С дальнейшей возможности разной степени переработка тех фракций, которые остаются. По словам организатора митинга, чтобы изучить и решить озвученные проблемы, администрация города пообещала создать рабочую группу. Я надеюсь, что соответствующие органы примут должные решения. У нас есть администрация, у нас есть федеральные службы, которые будут мониторить этот митинг и прекрасно все увидят. Татьяна Ивашенко, Александр Кучец, Азов.Инфо.